На территории станции Чхурсой унитарного предприятия Ташкентский региональный железнодорожный узел введен в эксплуатацию филиал локомотивного депо Узбекистан. Данное событие является важным шагом в развитии железнодорожного транспорта и экологической устойчивости в Узбекистане. С деталями Шухрат Шакиров. В настоящее время акционерное общество Узбекистан Тимир Юлары имеет около 20 предприятий по техническому обслуживанию локомотивов. Станция Чхурсой является самой крупной сортировочной, и открытие на данной территории филиала депо Узбекистан значительно расширяет ее возможности, где сортируются составы, прибывающие из Казахстана и отправляющиеся в эту соседнюю страну, что требует немало локомотивов, электровозов. И теперь появилась возможность здесь же в течение суток покрыть около 15 из них соответствующим техническим обслуживанием. Здесь в основном занимаются техническим обслуживанием более 50 рабочих и служащих. Работа ведется как днем, так и в ночное время. Для трудового коллектива созданы все необходимые условия. Имеются столовая, медицинский пункт, функционируют учебные классы и дежурные помещения. Ранее локомотивы для техобслуживания направляли в основное депо. Теперь все работы будут производиться здесь, на месте, что экономит как время, так и горюче-смазочные материалы, электроэнергию, которые расходовались при их транспортировке в основное депо и обратно. Отдельное внимание и озеленительным мероприятиям. В региональном железнодорожном узле Ташкент в 2023-2026 годах запланирована высадка около 250 тысяч саженцев деревьев, которыми будут охвачены 724 километра. Весной и осенью этого года мы посадили 78 тысяч саженцев на протяжении 73 километров. На 3600 километре на территории Джезака организовываем инфраструктурный парк с размещением 5000 саженцев. Таким образом, сделан очередной практический шаг, направленный на расширение охвата подвижного состава, в частности, локомотивов с своевременным техническим обслуживанием, что в целом позитивно влияет на дальнейшее повышение качества работ на железных дорогах страны.